Ну что ж, добрый вечер. Вы слушаете своё радио, и как обычно, с 8 до 10 часов в нашей студии появляются живые музыканты, живые люди, с которыми мы, Женька, беседу-беседуем, песни поём. Традиция, она остаётся прежней, ничего не изменилось. Прежде чем я познакомлю вас с музыкантами, и мы назовём их имена вслух, группу, более того, я даже произнесу чуть позже, ребята должны что-нибудь сыграть, в некотором смысле сделать музыкальную заявку для тех, кто не очень знаком с их творчеством, но это в некотором смысле будет определяющим моментом, надо ли с нами два часа провести, или лучше пойти заниматься своими делами. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Я всех покину, кроме тебя, Пускай огня останется мала, Загрею до последнего дня, Неважно, кто из нас станет слабым, Проснувшись от кошмарного сна, И я опять должна стать сильнее, Поверь, я ненавижу тебя, Я просто так, как ты, не умею. Я так не хотела здесь умирать, Ты сделался, чтобы падать мне мягко, Я не научилась спина в стиле, Ты для меня душа листопада, Я собрала эту песню из слов, И даже не думала, что будет просто. Я видела, как умирает любовь, Я так люблю, когда падают звёзды. Падают звёзды. Я всех покину, кроме тебя, Пускай огня останется мала, Загрею до последнего дня, Неважно, кто из нас станет слабым, Сражайся, если веришь всегда, Тебя согреет светом все сильней, Я разливалась миллион раз, И всё равно я жду, я просила, 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 я Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кто-нибудь разбудите меня, пожалуйста Ну что, давайте будем знакомиться Коллектив с названием Wake Me Up Сегодня здесь И меня сразу пришибло Одно из сообщений Честно говоря, я даже подрастерялся Сейчас объясню почему Обычно я знакомлю с коллективом сначала, потом читаю Но тем не менее, увидев это сообщение Я же внутренне затрамарил Человек пишет Похоже на Диану Арбенину Но ведь это не она Откровенно сказать Я потерялся всерьез Потому что уж на кого-на кого Но на Арбенину-то это вовсе не похоже Ксения Островская Вокал, тексты Ну, собственно говоря, мать Основательница этого коллектива Я так понимаю, правильно? Мать-основатель, да Больше да, чем нет в этом случае Николай Орлов, гитара Так точно Привет, Михаил Сукоруков Ударный Да Этот человек с собственный микрофон имеет И умеет теперь оттуда Отчасти Разговаривать, да Максим Барихов, правильно? Ударение? Правильно, да Бас-гитара Да Ну, к микрофону лучше разочек Да, да, это я Здорово Ну вот мы и познакомились Wake Me Up Так называется коллектив Который сегодня будет дарить вам целых два часа своего творчества Мы будем разбираться, кто они, что они С чем они Как живут, чем дышат Ну и, понятное дело, знакомить вас с ними Наиболее Общенных В смысле Обобщенных, что ли Да, вот имею в виду Ту картину, которая рисуется не только музыкой Но еще и жизнью Этих замечательных людей Как с нами связываться? Давайте так Начнем с СМС-портала 4647 Это короткий номер Для СМС-ок ваших Сначала пишите свои Пробельчик Потом уже все, что хотели бы адресовать Коллективу Это могут быть вопросы Впечатления Эмоции Делитесь всем, что у вас есть Группа Официальная группа ВКонтакте Официальная группа своего радио Тут все Просто анонс выложен На этом анонсе Правда, три музыканта Ну, в смысле Три человека всего Ксения И два человека еще Как я понимаю Кого-то не было Кого-то гитариста я вижу Барабанщика я вижу А басиста не вижу Он спрятался Менялось много Ну, ладно Мы сегодня Это тоже будем Выяснять Так вот Под анонсом Собственно, можно отписываться В самом анонсе Название коллектива Уэкми Определено синим Значит, активная ссылка Кликайте Оказывайте Сегодня в сообществе Это бывает важно Если вы хотели бы знать Первыми Когда они куда едут Какие песни выпускают Синглы Джинглы Синглы, пластинки Ну и так далее Вступайте к ним в сообщество Видео Тут все еще проще Заходите на сайт Своего радио Своерадио.фм Сверху есть плеер В плеере слева Онлайн аудио Это чтобы слушать Справа онлайн видео Это чтобы смотреть Кликаете И оказываетесь В картинке Которую нам предоставляет Планета Ру За что огромная благодарность Низкий поклон И масса добрых слов Там тоже есть чат Где также можно Отписываться Арбенина Ну ничего Не Пугачева Сразу же Народ пишет Ну вот, видишь Как сразу реакция Какая пошла Как называлась Первая песня Песня Назвалась Я просела Клип недавно Мы на нее сняли Ну о клипах Мы отдельно поговорим Конечно Что касаемо Группы Как я знаю До того Как вы Появились в этом составе Музыканты Все в любом случае Где-то что-то играли Где-то что-то Что это было По очереди рассказывать Ну Где что Вот Коля начнет Коля Коля играл В общем-то Метальню В основном В тяжелых коллективах Метальню Ну прям экстремальный метал Мелодик Дэд Шведятина С брейкдаунами Со всеми делами Как ты пренебрежительно Шведятина Ну я на самом деле Не очень любитель Такой музыки Но приходилось Ей играть Было модно Так Кстати День рождения Спасибо большое День рождения День рождения У него Именно Сегодня В этот день А кстати Вы когда-нибудь пели уже На радио Группа Викмиап Ну мы Да На радио Маяке были А вот как Не так давно В программе Ну у нас там Акустика была Да Да И тепловатый Ведущий Да Там Боря И Да понятно Да Сепланы Хорошие ребята Мы нежно Друг друга любим Да Хорошие ребята Далее А кто где чего играл Я кстати я думаю Может быть это как мем Такое взять И так и общаться В эфире Добрый вечер Вы слушаете Свою радио Сегодня Боикмиап Здесь что ни Ты где играл Начну так же С экстрима Это гранд Экстремальный И Новая модель Группа тела Это Модерн лав Такое Более легкое направление Доноры мозга Да О какая Классная группа Доноры мозга Я в свое время Даже пытался Ну как то не успел Хотел их песню брать В ротацию еще На другой радиостанции Ну я еще тогда был Когда Там есть С вами собирались Или подожди Или даже я запустить Я успел Кстати сказать Была 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 Взял я тогда Радюшину Ай как мне понравилась Эта группа Да Мне пришлось Заменить Дмитрия Сачко Который В царство небесное Ушел Поэтому в течении Полтора лет Я Последняя группа Это была Донор мозга Перед Wake me up А так в общем то Тоже я любитель Активного Экстремального Отдыха И мне кажется Wake me up Это вот такое Сочетание Мы дальше В этом конечно Разберемся Безусловно Сочетание удивительное На мой взгляд Не уникальная Для сегодняшней Российской сцены Я подчеркиваю Не уникальная В плане вокала Но уникальная В плане Инструментала Потому что Второго такого барабанщика Надо поискать В России Это я сейчас Авансом Спасибо Комплимент такой По крайней мере Из того что я слышал Давай дальше Чего ты где играл Только микрофон Собственно говоря Так вот Больше кавера Больше попсню Да и все подряд Просто кавер коллектива Да продался Весь просто С головой Не на самом деле Просто у меня Долгое время Как бы не играл Вообще Работал звукорежиссером Там катался по гастролям Ну ладно Оправдался Да Поэтому А вот здесь Что-то как-то нашлось Захотелось уже Детство вспомнить Ну и вообще Собственно Зацепил Материал То есть ты сейчас В детском состоянии Находишься Ну просто я В щенячем Не занимался чем-то авторским А вот сейчас вот Ну круто В общем Ясно А осталось только Ксению спросить Где до сих пор Пробавлялась Чем Я Ну я на скрипке Сначала играла Долго Нигде не пела Как-то во всяких Рок Лайтовенький такой Была когда-то Группа авиация И Фламенко Мы что-то играли А потом Несколько лет Играла в группе Ноль секунд тишины Саша Лейкин В плаксах Басист Мы с ними Какое-то время Там я начала петь И потом Вот мы создали С Колей с Мишей Новый проект Войкмяр Ты имеешь в виду Да Войкмяр То есть проекту Всего ничего Года три Да Года полтора Два 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 Нет Девятого ноября Нам будет два года Сейчас мы придем к тому Что Если Ну считать А не с двенадцатого С тринадцатого года Первый концерт Был девятого ноября Тринадцатого года Это полтора года Нам То есть вам всего-то полтора Вы маленькие Вообще маленькие еще Ну давайте послушаем И что поют эти маленькие Следующая песня Какая у нас будет Тайна Следующая песня называется Подожди Тайна Ты мне тайну открой Как называется песня Тайна называется Песня Это тайна А вас как зовут А вас Хорошо я понял Тайна Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Wake me up Я надеюсь У вас сегодня появится Огромная армия Новых поклонников Есть повод Погнали Субтитры создавал DimaTorzok Все пройдет Как прошло Который год Я не устану Свои свечи зажигать Я не боюсь Ищу и скала И продолжу искать С каждым днем Я буду все сильней Но до рассвета Нет никого Я проснусь Увижу яркий свет Я отпускаю имя его Который год Я раздаю вам свое сердце Все на части Мне все равно Это мое счастье Тайны Тайны Донести до конца Мы твоим неба Главное Знаешь Мне нельзя без тебя Прожутить Я подумал Читаю строчки Мы рискуем Каждой ночью Донести до конца Донести до конца Донести до конца Донести до конца Тайны Донести до конца И до конца твоим небом У нас знаешь Мне нельзя без тебя прожить И я по глупам считаю строчки Заткай ты вместо дочери Хорошо Хорошо, ей-богу, хорошо Я думаю, что есть резон Особенно мужской части аудитории Посмотреть видеокартинку Потому что есть на что посмотреть Красивая девушка Всегда интересна молодым людям А именинник зажигает на гитаре Так, что даже студия подпрыгивает Wake me up Так называется этот замечательный коллектив Будем теперь немножечко вопросов задавать от аудитории Тем паче есть те, кто интересуется Вот, например, Екатерина Черновна Она без всяких вопросов просто написала Вау, прям сюрприз для меня сегодня Отличная группа Две песни спели, а вот как? Смотри, супер, ну ты сразу Дмитрий Соловьев пишет Вот это вокал Неужели без обработки? Вот это игра голосом Я не сильно разбираюсь в тонкостях вокала Но этот голос восхитителен Спасибо, спасибо Пожалуйста Знаешь что? Я думал, честно тебе скажу Почему я сказал, что не уникальна С точки зрения истории проекта не уникальна С точки зрения вокала? Ну, потому что сейчас начнут сравнивать Саня Грин с Луси Геворкян Потому что женский вокал Такой вот вокал мощный, громкий, сильный Всегда в России Если у нас девочка поет полушоу Ну, не полушоу, а такими Спокойным голосом Значит, земфира Ну, с рокобработкой Если поет громко Не так, как Нуки в слоте Значит, это либо Луна Либо Аня Грин Ученица Луны А здесь, понимаешь, какая штука Я, кажется, готов взять слова свои обратно Потому что в одной песне совершенно Одно звучание В другое абсолютно другое Это говорит о том Что с голосом ты дружишь сильно Где ты училась петь? Ну, я с Лучей занималась тоже какое-то время Мы дружим Но у меня сравнения Вообще я уже нисколько не трогают И вообще критика меня тоже, на самом деле Не очень будоражит Как в последние пару лет И если критика профессиональная и аргументированная Да, но это тогда интересно От Луся бы ты послушала бы критику Да, нет, от Луся я слушала критику И слушаю критику Что, критикует? Ну, нет То есть я понимаю, что у тебя образование У меня скрипичное Скрипачка Да, да Я музыкальную школу по классу скрипки закончила Ну, я занималась оперным вокалом Народным Народным У меня нотки народного Стоять Оперным? Ну, оперным полгодика я занималась А покажи Нет, нет, нет Чего? Даже нам не покажут Чего так? Ну, это так, чтобы понять азы какие-то Вообще дыхание То есть ты ходила, слушала, ты не пела Я пела Ну, так покажи Ну, я не покажу Ладно, кокетничество Не готовилась Да, ну, понятно Никогда, к счастью, ты не готовишься Оно сам либо упало, либо не упало Кто же за язык-то меня тянет иногда Ну, хорошо, ладно Не покажешь, так не покажешь Чем еще занималась в музыкальном плане? Гнесинку я закончила Какая молодец, так? Да, ну по... Скрипка, понятно Не, не по скрипке Подожди секточку Ты сказал, что училась... Музыкальную школу я закончила по классу скрипки Гнесинку я закончила Не скажу, по какому классу Подожди секундочку Я просить не буду ничего Давай, рассказывай Ну, по менеджменту Вот Но у нас были и скрипка, и вокалы И постоянные занятия Но Как бы Вот так вот Народным вокалом я в Гнесинке занималась Мне нравилось Классно Не буду спрашивать Крановидный вокал Не буду спрашивать Хотя хотелось бы, конечно, услышать Всем бы хотел услышать, как она поет народные песни Первое, но мы не будем об этом ее просить Даже именинник не будет, которому отказывать нельзя Не будет он об этом просить Мы об этом как-то даже не задумывались Сейчас закончится программа Мы пойдем куда-нибудь И В караоке Разведем на оперный вокал Ай, браво Знаете что? Мне кажется, что сейчас Хотелось бы мне лично Услышать какие-то вопросы от народа Вот, например, на смс-портале 46-47 Это короткий номер Сначала свои, пробельчик Нет вопросов опять Просто пишет человек Ребята, чудесные Привет Ваша музыка вдохновляет на жизнь Привет Слова скрывают Общение с вами всегда теплое Насыщенное кислородом Люблю вас, всегда поддерживаю По скрипту Коля С днем рождения Рома, активист Санкт-Петербург О, Рома Рома, Рома Спасибо, Рома Спасибо вам за тобой Это что за Рома Рома приезжает к нам на каждый концерт Из Питера приезжает Обалдеть Вообще просто невероятно Дарит нам кучу всяких подарков Кружки, значки, магниты С вашими фотографиями С вашими фотографиями Вообще что-то невероятное Нас такой самый преданный С флагом тут приехал В театре у нас был концерт Презентация клипа Приехал с флагом И вообще крутой Крутецкий чувак Привет тебе Спасибо И через два часа Уехал обратно И так каждый раз Ну а вот настолько человек Привязан к вам Да Или к тебе Не, ну к ним Скажем Он со всеми общается Дарья Тихонова пишет Впервые услышала Ксению На творческом вечере Лусин и Геваркян В Чайна Таун Кафе С тех пор слежу за творчеством Сильно, живо, искренне Безумно нравится Ну что, надо петь дальше Что это будет? Песня называется Я буду помнить Как всегда, живой звук В программе «Живые» Здесь сегодня Wake me up Поехали 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 Он солнцем не понят был Ему всегда было темно Под звездами он устыл Ему уже все равно Он стал холоднее Прозрачнее стал, чем стекло Его не пугает война Забыл он имя свое Тысячи морей Но искал от дно Его наш волк затянул от дно В тишине морской Не успел сказать Ты исчезай Я готова ждать Я готова ждать Он солнцем не понят был Ему всегда было темно Под звездами он остыл Ему уже все равно Он стал холоднее Это прозрачнее стал, чем стекло Его не пугает война Забыл он имя свое На руках Весь мой огонь Я хочу помнить Я прощу боль Все то тепло Что я дарю Я буду помнить Веру свою На руках Весь мой огонь Я хочу певеть Я прощу боль Все то тепло Что я дарю Я буду помнить Я дарю Я хочу Я хочу Я дарю На руках Весь мой огонь Весь мой огонь Весь мой огонь Я хочу певеть Я прощу боль Все то тепло Что я дарю Я буду певеть Я дарю Я дарю Я буду певеть Я буду певеть Я буду певеть Я буду певеть Ну-ка давай садись поговорим с тобой сейчас Какой у тебя рост, скажи мне Метр шестьдесят три Откуда берется вот это все? Не с пяток В таком маленьком тельце Простите Откуда берется эта мощь вокальная? Скажи мне Ну я оперным занималась вокалом Не знаю Да что такое полгода? Ходила просто внимание на тебя обращала Ну спасибо, спасибо Сама сказала, что петь не будешь Здорово Нет, что сказать Тут народ-то вот смотри Я-то так просто топорно выражаю свои эмоции Чего такое? Метроном пошел Метроном кому пошел? Все нормально А я нет А у меня нет метронома Дайте мне метроном, я тоже хочу Андрей Архипров, он не сдерживает себя в эмоциях Он пишет вот что Ой, мама ты родная Господи ты бог мой Вау Все вкусно, профессионально Профессионально, красиво Шаманство в треке Да еще и море Представил себя на морском пляже С наушниками в ушах Слушающего живых И смотрящего на это самое море В Валете я придумала эту песню Когда я была Где была? В Италии я была Ой нет, в Вероне В Вероне была А Верония это Верония это Италия? Верона это Италия Верония То есть все песни твои? Не, не, не Ну вот это моя А в основном все коленные Так Кто таким образом пишет песни Тексты, пишет и музыку? Тексты, получается, Ксюша Музыка в основном на мне На тебе То есть ты об этом опять говоришь Как о нагрузке какой-то его Нет, почему? Я очень люблю это То есть твоя музыка, а ее тексты? Ну, грубо говоря, так А как у вас это происходит? Прежде текст рождается, потом мелодия? Редко Редко так А как? Ну вот эта песня вот так вот родилась Ну как-то одновременно у меня родилась Мелодия вокальная с текстом Но в основном Коля, музыка А сверху уже рождается вокальная мелодия А сверху уже текст Ну я себя не считаю вообще текстовиком Каким-то там Ну каким-то поэтом Не, не, не То есть ни скрипачка, ни певица, ни текстовик Кто ты? Скажи мне тогда Кто ты есть? Ну красивая девушка, ладно Это мы признаем, да А дальше? Не, ну я музыкант Я люблю Я музыкант я Музыкант Ударила себя в грудь Лидия Скопина спрашивает Как песня называлась? Кстати, да Я буду помнить Называлась песня Я буду помнить, да У нас дебютного альбома У нас в ноябре У нас вышел дебютный альбом Можно его везде скачать Как называете? Я буду дышать Спасибо Спасибо тебе большое Что назвала А второй когда? Сингл Мы сегодня споем песенку Во второй части программы Сингла Вот у нас на днях Сингл выходит Наверное в четверг Или в пятницу И он войдет, естественно В следующий альбом Днем, так сказать Ну, смотри Народ сразу цепляется И тут же моментально Прется, простите Куда угодно А где можно скачать? Ну, давай, расскажем Где можно скачать альбом? Там в группе ВКонтакте Ну, есть вся информация На Яндекс.Диске, значит Он, ну, лежит Его оттуда все скачивают Скачивают На многих порталах Наберите в Яндексе Векмиап, альбом Что-то вон везде висит Можно скачать сайт Унса Мы вот получим 100 рублей Нет, сколько там? 60 За скачивание альбома, да? 60 Помогите музыкантам По 60 рублей им с альбомом Не, ну вот я просто скачиваю Всегда сайт Унса Мне, ну, и поддерживать музыкантов И мне просто так легко И быстро И я вот люблю, например Вот мы говорим о том Где можно скачать альбом Три секунды назад Михаил Захаров А купить диск где? Айтюнс Правильно? Можно Айтюнс Можно нам написать Мы пришлем вам Ну, прям альбомчик А, то есть Он на физическом носителе тоже есть? Конечно, конечно Мало ли, сейчас многие люди Уже отказываются Мам пронесли подарок От физно-сил Почему до сих пор Я его в руках не держу? Ну, как так? Потому что мне забыла Понятно Ну, девушки, простительно Девушка имеет право забывать Надо петь дальше Чего это будет? Песня называется Живи с огнем Мы до сих пор Ну, рабочие названия у нее джаз И иногда очень сложно переключиться Но живи с огнем Как всегда, живой звук в программе Живые здесь сегодня Wake me up Погнали Я играю джаз Так в его руках цепу Мне хочется больше Даже под кожей Слышу сердце, блин Только бы не стихи светло Ведь каждая строчка Изрезана в кочей Я танцую вас Как в последний раз с тобой Нежно касаюсь Я задыхаюсь В тишине полной Накрывает нас с тобой Вся музыка мира Я не остыла Больше, чем любовь Ярче, чем пожар Я буду музыкой дышать Она откроет тайны нам Мы живы Если Поем Твори на брожи Из огнем Ты рисуешь нас Я продолжу свой рассказ Сберечь свою душу Клянусь Стану лучше Сотни важных слов Ты робежь, но готов Железом по венам Неважно, кто первый Я догораю Доклад Но навсегда твоя весна Только внутри есть Доклад Я буду здесь Здесь будет свет Больше, чем любовь Ярче, чем пожар Я буду музыкой дышать Она откроет тайны нам Мы живы Если Поем Твори на брожи Из огнем Я догораю Доклад Но навсегда твоя весна Только внутри есть Доклад Я буду здесь Больше, чем любовь Ярче, чем пожар Я буду музыкой дышать Она откроет тайны нам Мы живы Если Поем Твори добро Живи с огнем С каждой песней Любовь к группе Wake Me Up В Российской Федерации За ее пределами Нарастает Нарастает И нарастает Кстати, сегодня Надо будет обязательно провести перекличку Чтобы вы понимали Где сегодня слушают программу И где вас сегодня узнают Если не знали до сих пор Но мы это сделаем чуть позже Вот, например, Генчик Таурен пишет Вот что За все время послушивания живых Впервые зацепил женский вокал Луна не в счет Ее знают все А вот Wake Me Up Это уже отдельная история Я даже не вижу смысла сравнивать Ни с Земфирой Ни с Луной Ни тем более с Арбениной Это бесполезное занятие Вокал Я на скрипке играю Вокал А ты будешь сегодня играть на скрипке? Да Хорошо Вот и посмотрим Ну, хотя бы здесь Ты можешь себе показать еще Ни оперного вокала Ни народного не показывает Ну, хоть скрипку Вокал бесподобный Барабанщик дает жару Сижу в наушниках Хайфу От прекрасной музыки Я от себя добавлю А какого жару дает сегодня Николай? А какого жару сегодня дает Максим? Они все хороши Именно музыкальная составляющая Меня лично зацепила сразу Когда речь зашла о группе То есть я Тоже услышал шикарный вокал Ну, я просто успел перед эфиром Послушать буквально две песни Подумал Начнут же сравнивать Ну, ничего Отобьемся Не-не-не Нифига подобного Я уж свои слова забрал обратно Потому что ты умеешь Ты владеешь голосом Настолько, что В одной песне одинаково В разных песнях по-разному все это звучит То есть нет одинакового звучания Это очень круто Правда Значит, мне понравилась группа Достаточно тяжести в музыке Вокал с мощным напором Очень здорово Пишет Денис Журавлев Я тоже удивляюсь Откуда она это берется Откуда оно в ней там Произрастает-то все это дело Не хочу пускать слюни восторга Но это кайф Пишет Александра Аламова, например Я могу читать много таких сообщений Потому что их действительно Сегодня огромное количество Да, я вот думала Что я как слушала Когда вас там были Всякие такие А что это вы пришли И вообще Что это вы их позвали Ну, я думаю Сейчас начнется Придется это Не, пока нет Ну, хочешь Я сейчас попрошу народ Он уже откликнется Группа клевая Давно познакомился с их творчеством Стараюсь всячески поддерживать Смотрю, слушаю, наслаждаюсь Привет ребятам И Ксении Олег Громов О, да Олег, Олег Наш фотограф Нет, видео Видео они снимают Ну и фотограф, да Но в первую очередь Вчера у нас был концерт Олег нам видос всякий снимает Тоже клевые они Ай, хочу на концерт Хочу всех увидеть Семен, не подкалывай Они все хорошие Пишет Рома Рома Пишет мне на смс-портал Так я ж любя Я ж подкалываю Это не более чем Для того, чтобы они улыбнулись Господи Теперь о концертах Вчера был где? В Бурбоне В Бруклине Ну, это рядом Шо Бурбон, шо Бруклине Все на Б Не, в Бурбоне у нас была Презентация в ноябре Альбома А в Бруклине Мы вчера играли У ребят Оранж Хаус У них был концерт Их Что-то там Презентовали А мы у них Слушайте, Оранж Хаус Хорошая группа Хорошая, да Замечательные ребятки А ближайшие концерты Где у вас и когда? Чтобы народ Может быть уже Запланировался Ну, у нас 15 мая Намечается Муз Пабе Да, Муз Паб Муз Паб называется Клуб С группой Я знаю точно Там будет Хороший Будет там группа Манчестер Мэнчестер 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 Хорошая группа С ними еще там будет Команда Да, по-моему Еще раз говорю Либо в микрофон Либо молчим Сейчас она мне напишет Ну, я понял Радиолайф Я по губам прочитал Если Радиолайф То это тоже Очень хорошая группа Вам повезло В этой связке Действительно интересно Будет поработать Если не слышали Мэнчестер Радиолайф До сих пор Я послушала Мэнчестер Они хороши Они реально хороши Максим Зверев Просьба к барабанщику Драм соло Можно Он любит у нас Соло барабанщиков Я вам скажу Страшное дело Но если Михаил не откажется То конечно Нам бы с удовольствием Было бы Послушать это дело Он тоже любит это А, я понял Что он даже Он глазами смотрит На меня умоляющими Ну попросите же меня Я обещаю Что это будет Коротенье Минут на сорок Нет, я не настолько Профессионал Чтобы давать Мастер-класс Альбом ты Заценил Прямо перед программой И вполне проникся Маленький вопрос Почему название Альбома на английском И как название группы Хотя все песни на русском Частичный прицел На запад Сразу с дебютника Или просто так вышло Александр Сазанов Коля По традиции Так получалось Что придумывать Мне пришлось Название И мне показалось Что на русском Название групп Не очень красиво звучат Ну это чисто Мое личное Такое восприятие Да ужасно звучат Ну мне Ну просто Ну к силу Это отдельная тема У них там все Наутилус памяти Как-то жутко Это все звучит Согласен Это мое только Личное мнение Поэтому мне показалось Что по-английски Было бы хорошо Ну типа как рок Рок больше английская музыка Тогда и петь по-английски надо Ну по-английски Не хотим петь Хотим для своих Как бы на своем петь А название Ну так уж получилось У нас есть в одной песне Вот сейчас как раз Был джаз Я буду музыкой дышать И мы ее чуть-чуть перевели И немножко вырезали И получилось I will breathe Разбуди меня Я буду дышать Ну так романтично Ну да Я полагаю Да Ну это ответ Но оказалось Что в России Английский язык Действительно не очень Уважают Может быть Ну учат Потому что в школе Плохо учатся И не понимают ни хрена А что А что Если бы я знала Что Ну Ну Не переводимо То я бы может еще Поспорила с Николем Но уже Почему непереводимо Ну это разбудите меня Непереводимо большинством А А как вы думаете Испанский У нас Прокатил бы Название Испанский тем более Не прокатил бы Но у нас Надо было на японском Это точно было бы Очень неузнаваемо Вот перед Перед У нас Назревало Такое Именно Название Испанское А Николай Помнит его Он Знает Я их перебрал Там тысячи Я уже не помню Какие-то Аквадевиды Или что-то Типа того Тогда был бы вопрос А что вы поете Тогда не ламбаду Почему вы поете Вот это Ну вопросы по-любому Изникали бы Так что мне кажется Эти вопросы Назвали и назвали У нас народ Смекалистый Поэтому Так уж вышло У нас народ Часто бывает Какалистый А не смекалистый Я тебе скажу Больше у нас есть Даже я знаю Таких людей Которые если увидят Название на латинском Ну на английском Латинскими буквами Он даже группу Слушать не будет Причем есть и такие Ортодоксы есть такие Я говорю какалистый Вообще странно Потому что ты послушай А вдруг понравится Нет названия на английском Все Меня уже внутренне Я патриот Патриотизм Телефон у меня Самсунг Но я патриот Езжу на Дэвнекси Но я патриот И пьем Кока-Колу Ходим Пьем Магдат Да Жрем бургеры Но мы патриот И мы не можем Чтобы группа называлась Английский Понимаешь Вот такая вот фигня Да-да Давай петь Что это будет Песня называется Февраль Очень старая-старая Песня моя Старая-старая Извини Это сколько же лет песни У меня лет 19 было 18 когда я придумала Да это было очень давно Это было очень Ну в смысле Споем февраль Как всегда Живой звук В программе Живые И Wake Me Up Здесь сегодня Погнали Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Дальше Сама Сама Она это делает Сама Вот Андрей Демьян При этом написал Вот что Привет своим Что-что А вибрато У солистки Просто душа Щипательная Ну и вкупе С голосом Это производит Эффект Который я пока Для себя Не совсем Определил Будем посмотреть Не скажу Что в копилку Но плюс От меня есть Вот смотри Как всех Строг Строг Это сразу Губки надуло Но человек Все равно Говорит о том Что это Крут На самом деле К теме О ярлыках Пишет Григорий Груз Купил в свое время Тройку Куртка Брюки Рубашка Бундесфера Достали спрашивать А ты не скинхэт На рукаве Нашивка И флаг была При том что у меня Тоже Тогда хвост был До лопаток Григорий Живет Не в России Просто Это как раз Речь Нет Это серьезно Речь о том Что по названию Нельзя определяться На английском названии Ну хоть на китайском Главное все таки Понимать И смотреть на то Что делает Музыкант сам по себе Как же я люблю Хрипотцу в голосе Когда это в голосе У девушки Вообще крышу сносит Маргарита Грейс Написала Ну все Я даже не знаю Читать Елей сплошной Читать Медом просто Спина еще нет Не прилипает Не липкая Ой спина После концерта Вчерашнего Липкая Болит Немножко Чего такой концерт Был знатный Ну мы зажгли Вчера Очень А у нее Это почему Спина болит Она же не носит А это первая зажигалка А то есть Пляски А что ты тогда Здесь не пляшешь Что ты тогда Себя сдерживаешь Здесь так уютно Как-то Подожди Подожди Ну и что же уютно Не ну на самом деле От этих плясок Ну таких этих Безумных Все таки страдает Чуть-чуть качество А здесь надо А вот что Да ну ладно На концерте Можно поплясать Но у Ксении Всегда мощная поддержка В лице двух Людей Напомню еще раз О концерте Давай мы скажем Это где 15 мая Моспаб Приходите Ну там будет концерт Из трех групп Состоит Сборничек такой В котором вы тоже Я так понимаю Вот Вика у нас Занимается рекламой Правильно же Ласкала Фу ласкала Радиолайф Я так понимаю Манчестер И Вейкмя Вот Вот это вот Важный момент Важный момент Который нужно Обязательно подчеркнуть Так Музыканты Прямо шикардосы Голос конечно Голос вау 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 Ну это народ пишет Че Я только поддерживаю Че у меня остается Спасибо Спасибо Значит Наталья Устинова Вот что пишет Замануха в анонсе Не понравилось Ну то есть Мы вывешиваем анонс И какую-то песню Выкладываем Но по привычке Включилась Как только удалось Поймать интернет А где-то его ловят Особо Вот так ловят Прямо Надо поймать Нра Пишет она С удовольствием Переслушиваю Потом сначала Предыдущая Показалась похожей На Мару Это вообще Никого не напоминает Они уникальны Ну то есть Имеется ввиду Что в каждой песне Ты звучишь по-разному И где-то можно Наверное С кем-то Разную Я много очень Ну групп С женским вокалом И разные И Земфир Мне нравилось Какое-то время И Мару Я послушала Ну так В юности Такой Что ж ты все про юность Зеркало видела Но тогда зрело Больше 18 Вообще не дашь Зрение тогда Созревало Сейчас вот выдается Ну я понимаю Я понимаю Николай Абдугалиев Пишет вообще круто Просто одно слово Круто И больше ничего Я даже с этим Спорить не буду И пытаться Даже не буду Рассматривать внимательно Что значит круто Просто круто И все Вот тоже момент Какой любопытен Ты девочка В коллективе Мальчики Ты сочиняешь тексты И они с этим соглашаются Куда им деваться Правда Они с этим соглашаются Но они скорее Помогают тебе В музыкальной части В музыкальной составляющей Кто во что лезет Кто-то из музыкантов Лезет в твои тексты А ты в музыку Влезаешь к тому Что они делают Ну как-то в музыку Я Ну меня почти Всегда все устраивает Но иногда Миша начинает Там чуть-чуть По металлу Там что-то загоняться Ну нас всех Вот так уносит Метальной Она подзатыльник нам дает Чтобы так Ну ребят Давайте для людей Для людей А металл для кого Для других людей Ага А мне было бы просто Слушай Возьми гитару Делай что-нибудь Она отказывается А ты покажи какую-нибудь Металлическую историю Я лично люблю тяжелечок Ну так В качестве такого Сыличка Я сейчас думаю Многие вспрыгнут Тут реально А поддержать можно Если что Во-во-во Я так и думал А давайте вместе Она допеть не будет Все равно Аж металл не любит Ты пока можешь выйти из студии Дай какое-то время Людям послушать Нормальное музло Поешь тут Что это будет Просто Импровизационный Такой моментик Да Давайте Продолжение следует Вот это я понимаю Вот это музыка Вот это серьезно Вот это пришли нормальные Ребята А мы тут что-то с кем-то Тут Мара Понимаешь Не надо нам Вот это Клево парни Нет клево Это импровизация была Скажите Чистейшая Вот что значит Профессиональные музыканты Не сговариваясь Просто сели Взяли Симпровизировали И тут они должны Получить подзатыльник Не ничего Это далеко Я специально это сделал Пока она далеко Я специально попросил Чтобы она не могла Сорваться с места Это было реально круто Правда Я не знаю Почему тебе не нравится Тяжеленькая Вон народ пишет Крудяк А это улет Ой мочите парни Наконец-то пожестче С пожарче стал Сумасшедшая музыка Ништяк Даже планета От напруги Подвисать начал То есть люди любят Такое Почему ты думаешь О том что Не надо нам попсы Нам нужна нормальная Живая настоящая Но мы деликатненько Уговорим как-нибудь Я думаю что После того как она Потом прочитает Что народ на это Сказал здесь А аудитория Своего радио Это сама по себе Уникальная аудитория Она любит разную музыку Разную Подчеркиваю Не зацикливаясь На каком-то одном жанре Но это люди Как раз из тех Кто умеет слышать В любом жанре Что-то интересное Для себя Поэтому чуть тяжелочка Наверное Сейчас у нас Как раз песня Будет очень такая Экспериментальная У нас таких Пока больше нету И ну прям Для плясок она Частично Ну то есть Наконец попса пойдет сейчас Нет А что здесь для плясок Задумалась Что с Угроза была Нет Это все песни С первого альбома Я так понимаю Да Он такой разноплановый Получился Очень разноплановый И нам кто-то говорит Че вы все в разных играете А мне вот все равно Мне что нравится То я пою Ну и правильно ты делаешь Давайте так Я сегодня перекличку Объявлю Но читать вслух не буду Потом вы сами прочтете Все Что касается Городов вещания Чтобы время не терять Надо сказать спасибо Кстати Михаилу Шкоренкову За тот звук Который вы слышите сегодня Он работает за пунктом Что будет за песня В конце этого часа Путь надежды называется Ну то есть попляшемся Да Ну там пол песни Надо свечки Ну эти Мы не подготовились Мы к свечкам Ну да Ну ничего А потом надо Плясать Хорошо Попляшем Как всегда Живой звук В программе Живые здесь сегодня Wake me up Погнали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Погнали Погнали Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я люблю блеск твоих глаз Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Ну вот такое мнение у человека Надо петь Чего будет? А новая песня Нигде еще вы ее не слышали Вау, премьера Да, премьера, премьера Песня называется О мире О мире? О мире Ну да, непростая сейчас ситуация Песня о мире Она не Ну, текст был еще раньше написан Но немножко перекликается Как всегда, живые звуки В программе Живые Здесь сегодня Wake Me Up Поехали Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИ ДИНАМИ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, действительно, контраст серьезный Но это, наверное, уже... Ты просто так играешь Так... Давай продолжай, продолжай Нет, не останавливайся Не останавливайся сейчас Нас смотрят, это важно Сейчас смутил меня Ладно, я отвернусь Она просто снимает верхнюю одежду А значит... 46, 47 Это короткий номер для ваших смс 46, 47, свои, пробел А дальше все, что хотели бы сказать. Может быть, это вопросы, может быть, какие-то эмоции, впечатления. Делитесь, потому что для многих сегодня первое знакомство с группой Wake Me Up. И я, надеюсь, не последнее. Даю честное комсомольское, если хотите, слово, что ротации, они появятся. Потому что эту группу потерять было бы нельзя. Это был бы, наверное, грех с моей стороны, если бы я этого не сделал. Так, за творчеством Ксюши тоже давно наблюдаю. Как-то судьба свела с ноль секунд тишины. Ну, очень нравились. Позже сольное исполнение. Что-то из сольного творчества перекочует в групповые треки, пишет Танюха Китова. Да, я не знаю. Ну, вот февраль, песня, она была сольная. Мы с ней ее делали как-то с Машей, девочкой. А потом она достала. Ну, да, у меня есть сольные песни. Их не так много, 5-6, что-то такое. Они такие все клавиши, ну, такое, все нежненько. И они как-то живут своей жизнью там ВКонтакте. Иногда у нас акустические вечера бывают. На акустических вечерах у нас есть еще Саш Козловский, виолончелист. Знаете, наверняка он к вам приходил, забыла в группу. Да-да-да, я знаю это имя. То есть это такая разноплановая. Тут тяжелечочек такой, жесткачочек, а там виолончельки, скрипочки, клавиши. Ну, они там тоже все, ребята, есть. Ну, мы все вместе. Я понимаю. Я подчеркиваю не лишний раз, что здесь все очень хорошо. Вот лично я очень люблю и уважаю и ценю творческих людей, которые не зацикливаются на чем-то одном. Знаешь, когда 30 лет петь одни и те же песни и кичиться тем, что зачем сочинять новое, когда есть хорошие и старые. Господи, ну это год уже поем эти песни, уже надоело, да? Ну нет, не то, что надоело, но хочется, ну как-то, ну самый кайф, получается, мне кажется, когда новое делаешь. Это правда, это кайфово. Вообще, как в том анекдоте, думаете, что у меня пятеро детей? Думаете, я так детей люблю? Нет, мне сам процесс. Так вот и здесь тоже процесс гораздо интереснее, чем результат. Что касаемо тебя, немножко подробнее хотелось бы сейчас. На скрипку, естественно, тебя отправили родители. Ну, обычное дело, да? Девочка должна играть на скрипке. Маленькая блондиночка должна играть на скрипке. Ну, шесть тогда мне было. Ну, понятно, что маленькая была совсем. А когда вдруг ты запела, что сказали твои предки? Что же они сказали-то? Соседи вот сказали, я точно. Что сказали, Саня? Лучше бы ты на скрипке играла. Что тебе сказали? Ну вот, мне, по-моему, очень нравилось ночью играть на пианино. Молодец какая-то. Молодец. И вот это не нравилось родителям. А мне надо ночью. Поэтому я от них переехала когда-нибудь на Резилину играть. А не проще ли было электроинструмент купить в наушниках? Играй себе, что хочешь? Мне нравится на обычном. Смотри, она упрямая еще вдобавку. Как нравится, так и буду делать. Это хорошо. Ты упрямый, пожалуйста, человек. Солеустремленная. Не, не, подожди секундочку. Это отдельная тема. Упрямый человек? Нет, я очень мягкая, я покладистая. Да, конечно. Да? Да, сказали музыканты. Нет, у нас смотри, архата нет. Вы подумаете. Нет? Нет. Все разоправдываться начали что-то. То есть нет, не командует? Абсолютно. У нас подходами. Хорошо. Если хочешь что-то поменять, подойди правильно. Вот это подход. Правильно подойти нужно. Ну, то есть надо заранее написать, я так понимаю, письмо в рабочий день, в будни с 10 до 5. Идти, прийти на прием, договориться о встрече, потом уже предложение свое внести. Она либо подпишет, либо не подпишет. Такой подход. Ну, а матриархата у вас, конечно, нет. Я понимаю. Это уже, мне кажется, крайность. Агрессивный такой посыл для пожелания мира, хотя иногда по-другому не доходит до некоторых. Повторюсь, что хочу, то и пою. А не случится ли так, что раз и попса головного мозга? Рамки в жанре все-таки есть какие-то? Спрашиваю, ты лапки или... Ну, ты говоришь, что хочу, то и пою. Про жанр, вот Коля может. А вдруг родится какой-нибудь такой легкий шлегерочек, прям вот попсовенький-попсовенький. Что, будете играть? Ну, если родится, конечно, а почему нет? Я просила, была такая вообще миленькая песенка сначала. Я пришла такая, вот у меня есть песня, Коль. Да. А что Коль сказал? Ну, что же, делал. Мне показалось, что уж слишком миленько, и опять все какое-то такое плавное, перетекающее. Миша потом взял, начал играть быстро, и получился такой пост-рок там все-таки. А потом брейкдаун туда воткнули метальной. Вот так, конечно. Но как бы завуалировали его. Правильно. А девочка старалась, писала нежную песенку, понимаешь? Ну, а мы подход нашли. 46-47. Это короткий номер, это к нам подход. Пишите свои пробелы, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. В группе ВКонтакте я выискиваю какие-либо интересные сообщения, сами понимаете, в чате. Много пишут и пишут исключительно положительные вещи. Аж тошнит, ей-богу. Ну, хоть бы кто-нибудь что-нибудь как-нибудь покритиковал бы, что ли, сказал бы. Альбом, на самом деле, тоже у нас. Мало я критики читала по поводу альбома. А вот клип мы выпустили, там что-то все разошлись. Так, вот давай о клипах. А почему? Что было за критика по поводу клипа? Ну, с клипом как-то не пошло. Ну, видимо, от нас ожидали, видимо, чего-то большего. А кто снимал клип сами? Не, нам снимали друзья. Вообще, ну, бюджетно очень было. Ева Иванова и Саша Зелбас из группы Майн. Вот. Ева Иванова, она везде такая фотограф и тоже такая девочка хорошая. Вот. И что, мы сидим, стоим в Шереметьево, нашли место, где самолеты садятся. Прямо низко-низко. То есть они у нас над головой были прям вот совсем низко. И, собственно, нам, ну, прикольно поиграть, попрыгать под самолетами. Ну, вы хотите, смотрите на эти самолеты. Нам было хорошо. Хотите... Это не поселок Хлебниково, случайно? Нет, прям под Шереметьево, не знаю. Прямо поле. Ну, правильно. Там вот есть такой поселочек Хлебниково, над которым летают самолеты, садясь в Шереметьево. Я там прожил год и привык к летящим над головой Боингом, так, что его можно даже клёпки рассмотреть настолько низко. Я вот и подумал, что, вероятнее всего, там где-то, в поле. Ну, это в поле, да, прямо около дороги. Поле, поле. Я же жил в поле, ты же видишь, я же полевой человек. Так, и чего? Вот, и чего? И, ну, у кого-то там возникли вопросы. А что это вы там в поле? А что это за трава не кошеная? А что это... Не, ну, песня хорошая, а что вы это? Ну, а мне вот... Ну, мне хорошо и нравится. Тебе нравится клип? Мне нравится клип. Ну, а что тогда ты так переживаешь по поводу... Я не переживаю совсем. Ты больше не можешь? Ну, я не вообще... Ну, и ладно, трава не та... Люди по-разному траву видят. Ну, да. А у вас одна трава была, а ждали другой. Ну, не дождались. Значит, вы решили вопрос таким... Вам понравилось. Значит, Семён, и не уговаривайте. Не будет критики. Её нет. То есть, совсем нет. А будете требовать, мы тут вас, молясь, покритикуем. Молясь, типа, малька, видимо, немножко. Типа, да ладно, меня, пожалуйста, критикуйте сколько угодно. Первый клип у многих групп, особенно новых, почему-то похоже. Музыканты играют в поле, трава, ветер. Пишет Санчин. У нас самолёты. Они над нашей головой. Может быть, кто-то их не заметил, но там есть самолёты. Там ещё есть девочки танцующие. Девочки ещё танцуют. То мы в самолётах, то девочки танцуют. Может, кому-то девочки не нравится. Да, они спрашивают, а что девочки танцуют? Ну, вот я вот так видит, что девочки танцуют. Ну, всё устраивает. Ну, хорошо, пока один клип. Один. Пока больше. На какую песню? Я просила. Пока больше нету? Нет, пока нет. Будет. Пока нету, но будет. Будет быть. Хорошо, договорились. Надо петь дальше. Тоже новая песня. Вот совсем-совсем новая. Совсем-совсем новая. Даже её не скоро услышите. Ну, там, осенью, когда выйдет альбом. То есть даже поклонники ещё не слышали? Никто не слышал. На концерте вчера слышали, ребята. Путь домой называется. Как всегда, живой звук. В программе живые. Здесь сегодня Wake Me Up. Погнали. Я возвращаюсь туда, где было в детстве. Тепло, где никто не предавал. Это было так давно. Времени не знаю ещё. Ночью летали отбой. Да не остаться с собой. Я возвращаюсь и вижу солнце. И в городе так не смеет быть настоящей. И больше сомнений нет, а я просыпаюсь. И просто начинаю бой. Я начинаю бой. Времени не знаю. Я начинаю бой. Я начинаю бой. Я начинаю бой. Я начинаю бой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот вам и соло барабайчика в легком таком объеме. Небольшом, но убедительном. Ксюша, у меня к тебе сейчас просьба. Ты сидишь плотненько там, да? Обопрись обо что-нибудь. Я сейчас одно сообщение прочитаю. Держись сейчас. Держишься? Крепко? Всыпись так. Я хочу просто верить эту реакцию. Но я боюсь, что тебя может сейчас снести. Держись, держись. Значит, не люблю я лусины. Не нравится мне, когда девушки хрипят. Здесь же очень красивый голос. На Тамару Гверцители похожа. Держись, говорю. Держись, не падай. Начали мы с госпожей Арбининой. Пришли, наконец, к великой Тамаре Гверцители. Чем похожа? На самом деле я очень уважаю. Да я их тоже всех уважаю. Ну какая связь? Где? Ну, трималирование. У меня очень много трималирования. Ну, я это знаю. Ну, я с этим не борюсь. Ну, а зачем с этим бороться? Это потрясает. Это как раз и есть вокальные данные. Лучше, наоборот, говорила, что вот слишком много. А и что-то я говорю, ну и ладно. Не знаю. Мне лично симпатично. Гверцители, опять же, если ее вспоминать, она трималирует всю жизнь. Ни в одной песне нет. У нее ровного голоса. Я так вот слышу, дышу. Ну, так чувствую. У тебя еще с гверцители пока никто не сравнил. Пока поводнее. Но, во всяком случае, это высота. Нет-нет, это приятно, я полагаю. Только я все так слушаю, пытаюсь понять, где что общего, где оно общее, каким образом оно складывается в голове. Понимать? Да, наверное, и не надо, действительно. Прикольно. Видимо, и не надо. Но все равно приятно. Приятно? Вот тебе лично приятно. Мне приятно. Что меня сравнили с гверцители, тебе приятно. Миша приятно. Ну, во всяком случае, гверцители, я знаю давно, и многие ее знают. Может, нынешнее поколение ее не знает. То есть ему приятно, что вокалистку его коллектива сравнивают с такой величиной? Вот о чем речь. Вот о чем речь. Ну, ты человек самый старший в коллективе. Ну, самый зрелый. Давай, по музыкальной части. Ну, так получилось. Это не страшно? Что ты оправдываешь? Ни в коем случае. Я полагаю, что я в этой студии самый старший, но мне это никак не мешает жить при этом нормальной жизни. Я так понимаю, что вы вместе создавали группу? Мы-то знакомы очень давно. Мы давно знаем. Я работаю администратором на репетиционной базе, и все вот музыканты, очень многих я знаю, и Ксюша со своей группой предыдущей, на секунду тишины, они репетировали у нас, но потом что-то не получилось, и вот все-таки реализации не было. Кто предложил группу создать? Ты предложил? Конечно. Или она тебе? Ксюша. Она к тебе подошла и сказала, хочу группу. Она нашла и сказала, подыграй, пожалуйста, вот в этой песенке. Вот следующая песенка будет, первая наша. Ту, с которой ты к нему подошла? Да, да, да. То есть это была ты и барабан, и все? Нет, Николай, конечно... Она ко мне еще тоже подошла, говорит, слушай, у меня там есть песенка, вот помоги. То есть барабан есть, а вот гитары пока нет? Она вообще ничего не сказала. С Николаем получилась маленькая история. Ксюша пригласила его в группу в качестве гитариста не Wake Me Up, а 0 секунд тишины. Две репетиции, по-моему, было, да? Ну, что-то типа того. Ну, вот, и после этого Ксюша, она очень хваткий, цепкий человек, и она, в общем, собрала всех нас. Ну, говорит, типа, можешь подыграть, можешь придумать там альжировку. Только подыграть. Я говорю, да, хорошо, пришел на репетицию, а там Миша уже сидит. То есть мало того, что подыграть, он стал еще и музыку сочинять для коллектива. Ну, куда мне деваться? Да, действительно, у вас нет матриархата, я понимаю. Первая с EP-песней, у нас еще до альбом EP. Люблю я это слово. Я люблю два слова в русском языке нынешние, да, очень хорошо звучит. Там песни, в основном, ну, мои какие-то старые, ну, вот, которые в ноль секунды с жены мы не могли делать, мы их с Колей сделали на EP. А со скольки лет ты сочинять начала песню, скажем? С шести, как бы на скрипке? Мне всегда вот нравилось на скрипке не играть там какие-нибудь там Моцарта и так далее. Мне нравилось, ну, импровизировать. И в оркестре мне очень нравилось, в ансамбле играть. Больше, чем сольно как-то вот в коллектив меня приобрели. Нет, я имел в виду текст, это когда сочиняешься. Тексты я начала сочинять, когда пришлось. Это что значит? Когда патриархат начался. Нет, ну, я не был такого, ой, у меня есть текст, а ну-ка, давайте песню. Ну, то есть, песни есть, или я придумала вокальную мелодию, и приходится текст, ну, не приходится, но... Семен, вопрос такой. Нет, ну ты же пишешь тексты для группы. Получается, ты сочиняешь основу, ну, я имею в виду информационную основу, смысловую. Да. Так ты начала это делать не год назад же, правда? Ну, лет в семнадцать я начала петь, тогда начала придумывать. Вот, ну все, ответ получил. Я в семнадцать лет примерно начала сочинять текст. Хорошо. Значит, пишу от имени своей ведьмачки. А так зовет Костя, есть у нас постоянный слушатель, свою супругу Лексу. Критики не будет однозначно. Они классные. Привет от ПЧ-37 Кургана, плюс восемнадцать поклонников из Кургана сразу. Ура! Я думаю, что неплохо они сегодня зашли к нам. Как минимум... Продуктивно. Давай дальше. Я так понимаю, первая та самая, первая, первая песня. Да, да, да. «Ветер северных морей» называется, мне надо скрипчику взять. Наконец-то! Я вот сейчас хотел спросить, когда же ты ее возьмешь-то уже? Ведь была же где-то... На акустике я много играю на акустических вечерах на скрипке, а в электричестве, ну, как-то... Ну, чуть-чуть. Ну, давай хоть чуть-чуть. Народ же ждет. Скрипка же звучит красиво. И особенно, я думаю, это красиво, когда есть обрамление электрических инструментов. Особенно, когда есть барабан, бас, гитара, ну, и так далее. Так, что у нас со скрипкой? Давай пока я почитаю кое-что. Пока она сейчас цепляет к себе скрипку. Напомню, 46-47, это короткий номер для смс ваших. Свои пробелы, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть, конечно, и вопросы, эмоции, впечатления. Делитесь всем, чем хотите. Была тут сообщение, я его подметил, но не пометил. А оно уже убежало, потому что следом за ним пришло еще куча. Я его потерял уже. Потерял. Ну, ладно, бог с ним, потом найду. Готово? Готово. Поехали? Поехали. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и «Wake Me Up» здесь сегодня. Погнали. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Солистка маленький светлый ангел Плакат с ее изображением повешен над кроватью Нереальны у нее глаза в них одновременно и нежность ребенка и мудрость зрелой женщины Гипнотизирует Добавил уже 4 песни в плеер Остальные пока просто не нашел Всем спасибо и удачи! Ну, как приятно вообще! Приятно? Приятно? Держись, еще есть время Тебе еще надо пить Держись! Как же ее песни за душу-то цепляют успехов Тебе и процветания Ксении Пишет Леша Пахвалов, например И ребята Да, и ребята Просто волшебно у меня слов нет Только восторг, причем матом Григорий Груз написал Ну, восторг, гематом Это же как раз проявление Самой-самой сокровенной душевной Боли, радости, счастья Как же ж круто! Ну, это по-другому-то мы же не можем, люди русские Скрипка обозначилась Ну, просто какой-то невероятный перелом эфира сегодняшнего Абсолютно верно Эта вещь поломала все, что было до сих пор в хорошем смысле Ну, вот начинали мы вот с такого Ну, это тоже ничуть не хуже, чем Кто к чему как минимум пришли на сегодняшний день Послушайте Я сейчас уже ко всем обращаюсь Молодая группа так или иначе Должна как-то жить и как-то зарабатывать Да, вы же где-то работали Почему у басиста такая тоска в глазах тоже появилась? Максим Давай ты первый ответишь Больной вопрос Для всех музыкантов молодых это больной вопрос Чем ты зарабатываешь? Собственно, участие мое в этой группе произошло Ну, как бы началось с того, что Отработался полугодовой такой сет гастрольный Вот И наметился перерыв длительный И поэтому надо было Сет, секунду, секунду Гастрольный сет Это что? В качестве звукорежиссера А, все-все, все, понял, да Вот И как бы надо поиграть Но сейчас вот такой период Что это с декабря все продолжается Как бы мое участие здесь в коллективе Даже, наверное, с января, да? Ну, не важно И сейчас деньги закончились Месяц назад Приходится выкручиваться Какими-то нереальными способами Но это ничего Это проходящая ситуация Хорошо, что ты это понимаешь Да Хорошо, что ты это понимаешь Так, ну Ты сейчас скажешь, что ты музыкой зарабатываешь Ну, можно так сказать Я сейчас приходится Я как бы работаю в театре В каком? В театре на Малой Бронной Чем ты там занимаешься? Я там играю в спектакль «Формалин» Ты актер? Я нет Но играю Кого? Как ты нет? Ты же ты А, да Вот Ксения, да, советует мне признаться Ну, я то есть не имею образования в этом плане Но я как актер там В общем, у меня реплик нету Угадайте с двух раз Кем? У меня реплики там В общем-то на моем инструменте А, то есть ты музыканты играешь? Я там играю музыканта, да Который играет, в общем-то, музыку Вот, то есть на протяжении всего спектакля Я там и сижу, и хожу, и играю А кто в этом спектакле с тобой вместе? Говорит слова Когда ты играешь? Говорит слова Там Шбалтас, например Сумбурская Анастасия Она сейчас, по-моему, в универе Ну, там вообще Дмитрий Сердюк Потрясающие актеры, на самом деле, очень классно играют Вообще, Бронна, ничего так в театре Ну, да, я тоже слышал Надо заметить, театр не самый плохой в Российской Федерации Так, и ты там что, зарабатываешь такие деньги, чтобы уже нет? Конечно же, нет Там просто я туда приезжаю пару раз в месяц Я просто почему-то спрашиваю Потому что я режиссер театральный по своему образованию Поэтому знаю, сколько платят Ну, вот, да Вот мне интересно, не можешь ли ты жить Если ты играешь пять раз в день в этом спектакле В течение трех месяцев к ряду Ну, тогда, может быть, как-то и выключишь Тогда очень хорошо было бы Да Чем зарабатываешь? Зарабатываю, по сути, в музыкальном магазине То есть, чтобы покупать Теперь особенно доллар скакнул Чтобы покупать струны подешевле Чтобы покупать аппаратуру дешевле Лучше работать в музыкальном магазине Понятно Хорошее место В каком? Сейчас в Динатоне Такая маленькая реклама Семеновская, приходите Поро-доро-доро-доро А мы не скрываем ничего Почему нет? Я вообще не понимаю всех этих ужимок Не надо рекламу в Уфе Почему? Если место хорошее Чего бы вы не порекламировали? В конце концов, это место помогает музыкантам Молодым музыкантам Становиться на ноги Что же в этом плохого? Так, Михаил Как я чуть ранее сказал Уже работаю на репбазе Саундчек И одновременно администратором фотокабинете Фотосалон Прям как у нас все И также еще Радио-студия, фото-студия рядом Даю уроки обучения Игры на ударных инструментах А, то есть частные уроки Игры на барабанах Да Иногда получается Заработать? Да Научить? Или научить? Нет, учить от и до Всегда получается А результаты, которыми можно гордиться? Мой барабанщик Есть Есть Но чаще барабанщицы приходят Вот вы прям в корень У меня пять учениц, девочки Все девочки, да Знаю, любят девчонки постучать Они усидчивые Ну и в частности Вот, пожалуйста, результат Ксении Островской Она играет на барабан? Она, нет Она лидер группы Вот о чем я говорю Понятно Ксения Я не работаю Я понимаю Как ты зарабатываешь ножи? Кто тебя кормит? Красотой Нет, ну я красотой, да Я мастер по наращиванию ресниц И, в общем-то, я не голодаю Тут я думаю, что у нее ресницы необычные какие-то Думаю, не мастер ли она? У тебя родные? У меня родные Огромные совершенно ресницы То есть ты наращиваешь ресницы на дому? Ну, это секрет Ну, в принципе, это твоя работа, которая тебя кормит Да-да-да-да А чего это вы так стесняетесь? Нет, я не стесняюсь Ну, в индустрии, косметологии Девочки сейчас все обходят, любят Ну, я люблю очень делать С детства любила всякие там бисероплетения Всякие фенечки и так далее А потом мне понравилось Я вот уже год, лет пять уже этим занимаюсь Меня это прекрасно обеспечивает И мне это очень нравится И, ну, я в своем графике работаю любимым И на музыку хватает времени и денег Замечательно У нас, если, Юль, правильно, по-моему, понимаю У нас первый музыкант-наращиватель ресниц Такого еще не было У нас были и банкиры, кого только тут не было И строители, и сварщики Вот реально, да, музыка? Мото-мастера у вас были? Мото-мастера? Да Был автомастер, автослесарь замечательный совершенно Мото нет А ты что, мотомастер? А что ж ты об этом-то не сказал? Ну, так сложилось просто, что я когда-то этим занимался Ну, давно Потом ушел в музыку Так, ну, профессионально, как бы А сейчас повернулся обратно к мотоциклам Ну, это такое Как бы хобби Оно для удовольствия, с одной стороны И сейчас вот еще и деньги зарабатываются Ну, вот, наконец-то Видишь, твое искреннее признание Вытащило из него правду жизни Давайте дальше петь Что это было? Тоже такая лиричная песня Наш мир на руках Наш мир на руках До сих пор названия у меня рабочие все в голове Ну, это же новые песни Нет, это с альбома А, почему-то Наш мир на руках На альбоме как называется? Наш мир на руках А ты говоришь рабочие названия Да, рабочие у меня в голове название другое Поэтому я, ну, чекаю Понятно Как всегда, живой звук в программе Живые Здесь сегодня Wake Me Up Погнали Так, до точек и в пальцах Я должна и остаться отбой Для каждой вселенной назначено время Искать в протертых простенках запрятана сила Нам нужен совет Тысяч планет Ты здесь Пока хочешь верить Весь мир не измерить Уснешь Ты просто простужен По стенке сишушен Все лечится Ярким огнем Нагнем Весь Наш мир на руках Я верю Не помню Мир и любовь Не знаешь Что в страх На наших ладонях На наших ладонях Вот солнце Вот море Я верю Он есть Здесь Наш мир на руках Не знаешь Что в страх ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну нет, ни слов, ни эмоций. Просто такой сухой остаток, что называется. Мне понравилось сообщение от Артёма Цуркана, который на этой песне, она вот уже заканчивалась, когда он написал сообщение «Теперь я видел всё». И я его так и понимаю. Денис Шашлов написал, скачал альбом, а где можно взять реквизиты? Очень нравится. Оптимально Сбер или Яндекс.Деньги. Люди готовы просто деньги платить за то, чтобы скачивать альбомы ваши. Денежку вам давать. На Тьонсе можно. Там, собственно, все реквизиты, там просто надо проплатить. Можно включить реквизиты в аутарку нашей комьюнити. Ну, это прежде всего говорит о том, что люди к вам уже относятся сейчас с большущей симпатией и готовы платить денежку за вашу музыку. Это, по-моему, кайфово. У нас времени остаётся совсем немножко. У вас, я так понимаю, ещё две песни запланированы, поэтому сейчас говорить мы будем меньше, будем больше петь. Я думаю, что никаких слов не хватит для того, чтобы высказать или выразить вам свою симпатию. Правда. Очень здорово, что вы есть. Очень здорово, что вы к нам пришли. Очень здорово, что вы нашлись. Спасибо, Юля, кстати. Юля, да. А мы вот Вике спасибо говорим. Она недавно у нас появилась. Ваша администратор. Ну, она, да, помогает. Потому что не получается самому музыканту что-то там кому-то писать. Ну, делаешь музыку, а писать уже... А Вика появилась и помогает нам. Юлю она нашла. Спасибо, Юля. Спасибо, что мы все нашлись. И сегодня у вас, я думаю, появилась достаточно большая армия новых поклонников. Что следующее за песню будет? Дожидаясь весны. Как всегда, живой звук в программе «Живые» не терпится услышать следующее произведение от группы «Wake Me Up». Поехали? Поехали. Играет музыка. Твоё второе имя уносит ветер Я даю тебе слово, что я его запомню Пока ты помнишь, как здесь смеялись дети Но мы порою судим даже того, кто советел Года без искры могут потоки слиться Если им нужен ветер, я подниму от солнышку Хочу на волю и начинаю злиться Кто нам расскажет правду, что будет завтра с нами Чтобы воскреснуть быстро, дай мне лишь две минуты Если услышишь расстрел, доброе сильное утро Не просыпайся проще здесь оставаться слабым И не тянуться к звёздам, и не искать награды Если стоять на месте, сводится на отчине Я пою эту песню, это моё признание Если пока снет солнце, я зажду, как и свечи Доброе тебе утро, надеюсь, время лечит Ах-х-х-хэ-х-х-х-х-х-х-х-х ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, когда вдруг твои руки чисты? И я буду вечно живо, дожидаясь лесами. Но я поверю в себя еще тысячи раз, еще тысячи раз. Ты оставайся собой только здесь и сейчас. Только здесь и сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас скажу одну криминальную вещь. Я тебе одну вещь скажу, только ты не обижайся, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девушка-косметолог подошла к микрофону и уронила весь мир перед собой. Ты потрясающая, ты об этом знаешь? Спасибо. Да ладно, подожди секундочку, поплачем потом вместе. Ты потрясающая. И что касается вокала твоего и внутреннего мира, и вот той жизни, которую я вижу в глазах, она сложная, она непростая. И то, что кто-то уже подметил, и огонек, и тоска человеческая, все это там присутствует, оно имеет место быть. Но мой жизненный опыт подсказывает, что все это уже нашло выплеск. То, что ты делаешь в песнях, то, что ты делаешь в музыке, это дает тебе возможность крылышки-то расправить. Ты потрясающий. Ребятки, вы потрясающие все. Я вам скажу так. Wake me up – это откровение, это открытие. И, я думаю, не только для тех, кто в этом уже признался. Возможно, и для тех, кто вас знает, но новые песни до сих пор пока не слышал, потому что звучит это совершенно роскошно. Нам уже, к сожалению, нужно будет прощаться, но просто время, сами понимаете, оно ограничено. Многие тут всплескивают руками уже почти все, что ли. Да, знаете как, вот за хорошей беседой, за хорошим грогом времени не замечаешь. Встаешь полупьяный и чувствуешь это опьянение еще долгое-долгое время. Завтра в программе «Живые» новый альбом от Михаила Башакова. Я полагаю, имя этого человека вам трижды, четырежды напоминать не нужно. А сегодня группа «Чье имя вы запомните», я обещаю, «Wake me up» заканчивает свою программу какой песней? Плен. Песня называется «Плен». Просто плен. Просто плен. Просто калконичная и понятная. Ну и мы все в плену этого очарования. Надеюсь, надолго останется это в нашей с вами памяти. Так вам спасибо. Чего нам-то? Мы дома, вы в гостях. Все. Спасибо всем. До завтра. Будьте здоровы. Wake me up здесь сегодня были. Мы этому очень рады. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА